Здравствуйте! С вами информационный обзор климатических событий в мире. В текущем выпуске мы увидим Наиболее масштабные наводнения в истории метеонаблюдений Пример доброты и человечности от бабушки Любы Климатический обзор за неделю Объединение людей в поселке Уреки в Грузии Наводнения все чаще затапливают различные территории планеты. Даже жители тех районов, где периодически возникают наводнения, оказываются не готовы к сегодняшним аномалиям, связанным с изменением климата. О том, что делать во время наводнений, как спасти себя и окружающих, смотрите в выпуске «Климат-контроль номер 43». А в текущем выпуске мы рассмотрим самые масштабные наводнения. В 1342 году произошло наводнение в Европе, в результате которого пострадало несколько тысяч жителей. Следующее крупное наводнение произошло в 1530 году во Фландрии, Нидерландах и провинции Зеландия. Пострадало более 100 тысяч человек. Разливы одной из самых крупных рек Китая – Янзы – только за XIX век пять раз уносили жизни более 100 тысяч человек. В конце зимы 1931 года в страну занесли метели, сменившиеся обильными весенними ливнями, подняв уровень воды в реке на 16 метров. Река вышла из берегов, сметая все на своем пути. За ночь 19 августа утонуло более 200 тысяч человек. Начавшиеся эпидемии холера и тифа, недостаток еды, вызванный отсутствием продовольствия, привели к большому количеству пострадавших, которых насчитывалось 3 миллиона человек. При разливах реки Хуанхэ в 1887 году более 1,8 миллиона человек остались без крыши над головой. В 1970 году в дельте реки Ганг, Индия, произошло крупное наводнение, которое значительно подняло уровень воды в реке Коси. Северный штат Бехар был отрезан от внешнего мира. Пострадало более 1,4 миллиона человек. В январе 2017 года от наводнений на Филиппинах было эвакуировано свыше 13 тысяч человек. В Аргентине эвакуировано 7 тысяч человек. Были затоплены более 800 тысяч гектаров полей. В феврале 2017 года в Индонезии были эвакуированы 30 тысяч человек. С декабря 2016 года по март 2017 года в Перу пострадало свыше 860 тысяч человек в 800 городах страны. Были повреждены более 190 тысяч домов. Размыты 375 километров дорог. В июле 2017 года в Нигере от наводнений пострадало свыше 145 тысяч человек. Самые масштабные наводнения в 2017 году затронули территории стран Индии, Китая и Таиланда. В январе в Таиланде пострадало 1,2 миллиона жителей. Были повреждены 403,4 тысячи домов. В течение июля 2017 года в Китае пострадало свыше 12 миллионов человек. В Индии из-за наводнений более 2 миллионов человек вынуждены были покинуть свои дома. В Таиланде под водой оказались 44 из 67 провинций. Уровень затопления на улицах достигал 2 метров. 5 августа. США. Проливные дожди вызвали наводнения в городе Канзас-Сити, штат Миссури. В течение нескольких часов выпало до 127 миллиметров осадков. В городе Новый Орлеан, штат Луизиана, местами выпало до 203 миллиметров осадков. Япония. Тайфун Мору достиг берегов страны. Скорость ветра достигала 35 метров в секунду. Без электричества остались свыше 22 тысяч человек. Из префектуры Кагусима было эвакуировано свыше 75 тысяч человек. Китай. В стране продолжаются наводнения. В Суянь-Маньчжурском автономном уезде пострадало более 350 тысяч человек. Более 125 тысяч человек покинули свои дома в провинции Ляонин. Италия. На севере страны, в автономной области Трентино-Альто-Адидже, обильные дожди и штормовая погода стали причиной сошествия оползней. Выпало 100 миллиметров осадков. Дожди пришли на смену аномальной жаре. Алжир. В стране держится высокая температура, местами достигающая 42 градусов по Цельсию. Во многих регионах страны уже несколько месяцев не упадали осадки. На севере страны с начала месяца произошли возгорания лесов. Огнем были уничтожены сотни гектаров леса. Россия. Обильные дожди вызвали наводнения на улицах города Ижевск. Сильный ливень прошел в городе Хабаровск. На поселок Куизбашево в Башкортостане обрушился ураган. Десятки домов и автомобилей были повреждены шквальным ветром. На Красноярский край вместо сильной жары обрушился шторм. Украина. В Николаевской области возникло сорок три пожара. В Вознесенском районе пожар распространился на шесть гектаров. В течение дня на планете было зафиксировано триста двадцать четыре землетрясения. Из них сорок пять магнитудой свыше четырех. Максимальная магнитуда составила пять целых девять десятых. Шестое августа. Италия. В области Венету выпал град размером с яблоком. США. По городу Талса в штате Оклахома пронеслось торнадо. Провал грунта, возникший 14 июля в городе Лендо Лейкс в штате Флорида продолжает увеличиваться. Глубина провала увеличилась до 19 метров. Россия. Жители Лиманского района Астраханской области столкнулись с нашествием саранчи. Люди каждый год сталкиваются с ней, но такое огромное количество саранчи в регионе они увидели впервые. Ранее марокканская саранча изредка добиралась к Лиманскому району и была характерна для Дагестана и Калмыкии. Сейчас же фиксируется массовое появление марокканской саранчи в регионе. В Омской области прошел шторм. Украина. Сильный шторм прошел в пяти областях страны. Обесточены 93 населенных пункта. Китай. В уезде Масянь в провинции Сучуань сошел оползень на автомобильную трассу. Вьетнам. В стране продолжаются сильные ливни. В течение дня на планете было зафиксировано 314 землетрясений, из них 45 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 5,9. 7 августа. Великобритания. На Виргинских островах возникло наводнение. Россия. В Приморском крае объявлен режим чрезвычайной ситуации вследствие возникших наводнений. Эвакуировано 57 человек. В поселке Барабаш за сутки выпало свыше 300 мм осадков при месячной норме 134 мм. Улицы города Уссурийск оказались под водой. За 24 часа выпало 249 мм осадков. Произошел большой провал грунта. Испания. Град размером с яблоко выпал на северо-востоке страны. США. На город Солсбери Мэриленд обрушилась торнадо. Мексика. Сильное наводнение возникло в городе Кульякан. В течение дня на планете было зафиксировано 417 землетрясений. Из них 48 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 5,8. Примеры проявления доброты и человечности. Бабушка Люба милая и приятная женщина в свои 97 лет подала урок доброты и человечности как своим соседям по дому так и многим людям узнавшим об этом. Облагораживая подъезд она столкнулась с тем что хулиганы обрывали поставленные ею цветы переворачивали картины с добрыми изречениями. Невзирая на это на такое поведение подростков бабушка Люба снова и снова ставила цветы вешала заново мотиваторы продолжала проявлять заботу о подрастающем поколении предлагая им интересные книги и чай с аппетитными плюшками. Через некоторое время в подъезде появился шкаф который начали наполнять книгами все жители подъезда. Постепенно ее доброжелательность поменяла и отношения подростков. Теперь заходя ежедневно в подъезд они стали помогать поливать цветы с интересом начали читать книги подсвечивая их фонариками заботливо предложенными бабушкой Любой. Спустя время в ее честь на первом этаже открыли клуб для детей и подростков с цветами и библиотекой а символом клуба сделали фонарик. Добро порождает добро. Хорошая мысль и хорошее дело порождает цепную реакцию добрых мыслей и добрых дел. Уважаемые зрители присылайте, пожалуйста, нам примеры доброты и человечности с которыми вы сталкиваетесь в вашей жизни на почту инфо собака геоцентр инфо с пометкой для климат-контроля. 8 августа Китай От землетрясения магнитудой 6,5 и последующих свыше 760 авторшоков получили ранения более 510 человек на юго-западе страны. Были повреждены здания. В провинциях Гуань-Су и Сычуань сошли селевые потоки. Разрушены десятки домов. Парагвай Крупный град размером с куриное яйцо выпал в департаменте Итапуа и в провинции Мисьонес. Швейцария Крупный град выпал в городе Лугану. Россия Крупный град размером со сливу в городе Нальчик в Кабардино-Балкарии. Ливневый поводок возник в Уссурийском округе в Приморье. Пострадало 34 населенных пункта, 8 из которых были отрезаны от внешнего мира. Эвакуировано более 100 человек. Испания Град размером с куриное яйцо выпал в автономном сообществе Наварра. США Произошло наводнение в городе Хьюстон. В течение дня на планете было зафиксировано 429 землетрясений. Из них 39 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 6,5. 9 августа Италия Крупный град размером с куриное яйцо выпал в северных районах страны. США В Лас-Вегасе выпал град размером с теннисный мяч. Великобритания Сильные дожди вызвали подтопление нескольких районов страны. Грузия Лесной пожар возник в городе Тбилиси. Россия Шторм обрушился на город Махачкала в Дагестане. Польша На страну обрушился шторм. Без электроснабжения остались 180 тысяч домов. В течение дня на планете было зафиксировано 451 землетрясение. Из них 90 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 6,5. 10 августа Мексика Ураган Франклин достиг восточного побережья страны. Произошли наводнения, сошли оползни. От внешнего мира оказались отрезанными 43 населенных пункта. Россия На Дальнем Востоке пожары охватили 180 тысяч гектар леса. В течение дня на планете было зафиксировано 400 землетрясений. Из них 75 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 5,4. Из всякого трудного положения сейчас же выйдешь, если только вспомнишь, что живешь не телом, а душою. Вспомнишь, что в тебе есть то, что сильнее всего на свете. Лев Николаевич Толстой 11 августа Греция На острове Китера выгорело полторы тысячи гектар леса, что составляет треть территории острова. Эвакуировано 27 человек. Македония В стране объявлена чрезвычайная ситуация в связи с распространением лесных пожаров в горах на юго-западе страны. Китай В автономном регионе внутренняя Монголия пронеслось торнадо. В течение дня на планете было зафиксировано 379 землетрясений, из них 49 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 6,3. Антициклон, перемещающий горячие воздушные массы из Сахары в Европу за последнюю неделю стал причиной того, что во многих странах Европы температура воздуха достигла отметки 44 градуса по Цельсию. Это максимальная температура воздуха в августе за последние более чем 10 лет. Аномальная жара зафиксирована на территориях Италии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Сербии, Венгрии, Румынии, Польши, Швейцарии и Словении. Оранжевый уровень опасности ввели страны Греция, Франция, Испания, Македония и Болгария. Красный уровень опасности из-за высокой температуры воздуха ввели 10 стран. На протяжении недели в стадии извержения находилось 38 вулканов. В течение недели произошло 895 землетрясений в радиусе до 20 километров от действующих вулканов и на глубине не превышающей 20 километров. В том числе 182 землетрясения в 30 километрах от кальдера Йеллоустоун. Всего за неделю более 125,2 тысяч человек стали климатическими беженцами. В поселке Уреки в Грузии во время штурма 13-летнюю девочку на надувной камере унесло в море. Спасатели помогли ей выбраться на сушу, но сами оказались в ловушке разбушевавшейся стихии. Сильный ветер и волны не давали возможности приблизиться к берегу. По словам очевидцев, другие спасатели, прибывшие для оказания помощи, также не смогли выбраться из-за высоких волн, уносящих их все дальше от берега. Длины спасательного каната оказалось недостаточно, и тогда находящиеся на пляже люди, объединив свои усилия, взялись за руки, выстроив длинную живую цепь. Благодаря совместным слаженным действием удалось спасти всех людей. Объединившись, люди могут очень многое. Во времена надвигающихся катаклизмов важно глобально и быстро менять ценности общества, начиная с себя, с потребительского формата, на духовно-нравственный, созидательный формат, где добро, человечность, совесть, взаимопомощь, дружба, доминирование духовно-нравственных основ стояли бы на первом месте во взаимоотношениях между людьми, независимо от их национальности, вероисповедания, социального статуса и иных условных искусственных разделений мирового общества. Объединение людей — залог выживания человечества. О новых технологиях, неизведанных ресурсах Земли, мифах и реальности относительно текущего положения человечества и многом другом смотрите на канале АЛЛАТРА.Наука. Дыхание жизни. Научные разработки новой технологии. Ознакомиться подробнее с нашей деятельностью, задачами и целями можно на сайте allatravesti.com в статье «Команда проекта «Климат-контроль. Единство в духе порождает единство в мире». Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире. О климатических событиях в мире и решении климатических проблем читайте на сайте geocenter.info, а также на сайте allatradefiscience.org и в докладе ученых AllatRaScience о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем.